Добрый день! Начинаем очередной вебинар из серии вебинаров «Моя профессия – трейдер». На сегодняшнем вебинаре рассмотрим позицию 4Т. Как прежде уже было указано, каждый последующий вебинар является продолжением предыдущего. 4Т – это торговая система «Психология трейдинга. Технический анализ по фундаментальным данным. Техника и тактика трейдинга». Таким образом, возвращаясь к теме сегодняшнего вебинара «Технический анализ по фундаментальным данным. Психология трейдинга». В свете недавнего новостного режима о том, что Кипр ввел 10-процентный налог на счета свыше 100 тысяч евро. Очень внимательно рассмотрим эту новость. Эта новость тем характеризуется, что большинство счетов оказалось заблокированными на Кипре. И большинство как частных лиц, в том числе частные трейдеры, так и простые потребители, не смогли совершать операции собственными счетами. Таким образом, сегодняшние ГЭПы по рынку на открытии, это касается большинства индексов, все индексы всего мира. Очень много валютных пар открылись ГЭПом. Открылась ГЭПом у них сметь, как ни странно. И эта новость имеет решающее значение для рынка вообще-то. По той самой причине, что это в принципе начало банковского кризиса, который уже начался, в том числе и по Франции. Это повышение налога на частные счета. Отразилось это на Кипре. Рынки находятся в ГЭПе. Сейчас я переподключусь. Я переподключусь. Добрый день. Начинаем вебинар из цикла вебинаров «Моя профессия трейдер». Сегодняшний вебинар «Психология трейдинга и технический анализ по фундаментальным данным». Начнем с новостного режима. Новость, которая вышла недавно совершенно. Это о том, что кипрский регулятор решил сделать 10% налог на счета свыше 100 тысяч евро. Это привело к тому, что большинство рынков, все рынки открылись с ГЭПом вниз, в том числе и финансовые инструменты. Даже такой финансовый инструмент, как медь. ГЭП больше 10 целых пунктов. По евро и USD все видели. Золото начинает расти. Новость эта была опробована на Франции. Там пытались ввести налог на счета частных клиентов. На Кипре ввели налог. Но сейчас эта новость пересматривается. Вернее, не новость, а кипрское правительство уже получило очень много отрицательных отзывов. Как от частных лиц, так и от государств. По поводу повышения налоговой ставки. В принципе, такую позицию, как 10% налог, можно было ввести лишь только на новые счета. И таким образом, это решение, так сказать, является прямой претензией на личные средства. В свете этого новостного режима, сегодняшние вебинары будут проходить. То есть, это серия вебинаров, которая называется 4Т, торговая система, психология трейдинга, технический анализ по фундаментальным данным, техника и тактика трейдинга. 4Т – это сам подход трейдера к анализу любой новостной ситуации и движению финансовых инструментов. Последние кипрские новости, в принципе, привели к тому, что большинство индексов, все индексы, все биржи мира рухнули на открытии. Большинство мажоров, финансовые инструменты, также рухнули. Более или менее устойчивыми оказались золото и независимые валюты. Это британский фунт. Это британский фунт. Австралийц потерял немного по отношению к некоторым валютам. Американцы стали формировать промежуточную сопротивление поддержку линии, ценовой коридор. И таким образом, скорее всего, будет разворот именно по рынку. Итак, продолжаем. К сожалению, не все от меня зависит. Пришлось звонить в техподдержку провайдера. Авария городской электросети, а все оптоволокно через горы электросеть работает. Итак, продолжим. Я вкратце повторюсь о том, о чем я говорил в самом начале. Я вкратце повторюсь о том, что фундаментальный анализ и технический анализ – это одно целое. Психология трейдинга сегодня будет рассмотрена на примере последней новости по Кипру. В принципе, это продолжение серии вебинаров «Моя профессия – трейдер». И все вебинары строятся именно в русле, как системный трейдинг. На предыдущем занятии были рассмотрены торговые системы. Вкратце, основная позиция была в том, что любая торговая система при правильных правилах, при хорошем соблюдении правил всегда приводит к успеху. От трейдера требуется ли психологическая устойчивость, способность анализировать фундаментальные технические данные и после этого на основе разработанных правил совершать сделки по тем или иным инструментам – техника, тактика трейдинга. Итак, сегодняшняя новость по Кипру, новость, которая имеет очень много аспектов. В частности, попытка ввести 10-процентный налог на депозиты вкладчиков привела к тому, что большинство брокеров сегодня находятся вне рынка, поскольку сегрегированные счета – это счета частных трейдеров. Большинство финансовых инструментов, именно как валютные пары, так и индексы, в том числе и медь. Продуктовые контракты по американскому рынку рухнули. То есть, эта новость оказала очень большое значение на все финансовые рынки. Все финансовые рынки – Новозеландия, Австралия, Гонконг, Сингапур, Токио, Лондон, Америка – отреагировали очень резко на эту новость. То есть, весь рынок просто рухнул. Это вы можете видеть в терминалах. Таким образом, глобализация рынков – первая ласточка, так сказать, о том, что рынки или банковская система начинает защищаться за счет частных инвесторов или частников, то есть депозиты. Впервые эта новость по Франции дважды проходила. Новость очень, так сказать, имела отрицательный эффект на весь французский рынок. Но поскольку Кипер является свободной экономической зоной, и там расположено очень много как брокерских компаний, так и счетов трейдеров, брокеров, то сегодня просто, так сказать, из-за того, что доступ к этим счетам ограничен, некоторые брокеры находятся просто вне рынка. Я воспользовался этой ситуацией, совершенно спокойно купил медь, которая открылась с гэпом на минус 10 пунктов. И при любом новостном режиме, поскольку медь является одним из материалов для производства, ожидаю, что в ближайшем будущем нефть поднимется вновь до 453. Какое влияние оказала эта новость на рынке? Сейчас я вам покажу на примере. Снова переподключусь. Немного увеличу окно обзора. В свете последних событий на валютном рынке в мировой экономике стратегии JP Morgan приняли решение о корректировке прогнозов по основным валютным парам. В банке отмечают фунт несколько перепродан, независимая валюта. К независимым валютам также относятся австралиец, сырьевая страна, канадец, американский доллар, датская крона, это уже кроссы. И в принципе ожидаю того, что независимые валюты будут просто расти в цене. Поскольку кипрская новость, конечно, будет отыграна рынком в ближайшем будущем. Каким образом? Правительство, видимо, уже назначило референдум, поскольку еще многие страны заявили протест этому решению о введении 10-ти процентной налоговой ставки. Только Меркель поддержала решение кипрского правительства, но в принципе в банковской системе это первый случай, когда в западной банковской системе, когда государство приступает к изъятию средств со счетов, с личных счетов, какими бы они ни были, то есть брокерские, в любом случае это первая попытка изъять средства в западной системе, в современном обозримом. И, скорее всего, будет отток капитала с Кипром. На графике эта новость по Евроэзде очень просто выглядит. Это открытие в минус гэпом порядка на 170 пунктов чистых. по медиам одному из сырьевых материалов я сейчас продемонстрирую. видно, что рынок по меди, по промышленному сырью открылся гэпом также примерно на 10 целых пунктов. То есть ощущение, что сейчас многие брокеры просто находятся вне рынка и не имеют доступа к собственным торговым счетам. Я взял просто по рынку медь, ожидая, что она вернется в район 350-353. Поскольку Америка основной потребитель сырья выбирается из кризиса, то при этой ситуации нефть будет только расти. На этой новости все финансовые инструменты практически рухнули. это видно по NASDAQ, по S&P, по Dow Jones. Рынки уже отыграли в обратную, то есть сейчас вне рынка находится очень много брокеров, тех брокеров, у которых счета находятся на Кипре. таким образом благоприятная ситуация уже часто формируется и самим рынком. Если учесть тот факт, что счета сейчас заморожены, то следующим вариантом в случае отказа кипрского правительства от 10% налога на вклады свыше 100 тысяч евро перед ведет к тому, что евро и USD совершенно спокойно отыграет вверх. Так называемый утренний гэп. И затем рынок станет в продажу, поскольку на очереди по еврозоне находится Греция, находится Ирландия, находится Италия, Испания. Таким образом сейчас на этом хаотичном рынке. Итак, продолжим сегодняшний вебинар. Многие причины от меня не зависят. Я постараюсь вебинар восстановить и выложить для Golden Club. Но продолжим. В том, что трейдинг необходимо рассматривать как целостную систему в которую приходит частный инвестор становится трейдером. И то, что трейдинг является, так сказать, не очень привычной сферой деятельности для обывателя, евро. То есть необходимы колоссальные и капитальные познания во многих областях. На примере аналитики Морган Стэнли можно сделать очень простой вывод, что практически теперь независимые валюты, то есть страны, которые не входят в еврозону, их валюты будут укрепляться по отношению к валютам, вернее по отношению к евро и будут пользоваться повышенным спросом. прогнозы по евро и USD при любых исходах этого новостного режима, то есть новость, которую все прочитали, услышали, увидели, оказала влияние на все финансовые рынки, на все фондовые рынки, на продуктовые контракты, в том числе и на медь. то есть из этой новости я предполагаю, что большинство трейдеров сейчас просто не имеют доступа к личным счетам, на Кипре многие жители не могут получить в банкоматах собственные средства, это проходило и по новостям телевизионным, то есть даже если решение по ставке 10% на вклады частных лиц, которым относятся и инвесторы, средства которых располагаются на так называемых сегрегированных счетах на Кипре, на Кипре авторизованы многие брокеры, брокерские компании, и скорее всего по сегодняшнему рынку судя, многие брокеры просто не могут войти в торговый поток, и соответственно гэп, который виден на многих финансовых инструментах, я проделал отсутствие ордеров это отсутствие ордеров Это отсутствие ордеров, отсутствие позиций в рынке. Этот гэп уже большинством индексов заполнен. Сейчас я включу терминал. То есть у нас есть независимые валюты. Это пара фунт-американский доллар. Евро и USD открылись с гэпом более чем от уровня 1.3080 на уровень 1.28-1.29. То есть такой гэп по рынку эта новость вызвала. В то же самое время фунт, промышленность Великобритании страдает. Также там наблюдаются признаки стагнации банковского кризиса. Независимые валюты в большинстве своем никак не отреагировали на эту новость. USD, японская иена отреагировали также гэпом, но менее значительным, чем пара евро и USD. Золото потихоньку начинает расти. То есть те инвесторы, у которых есть доступ к счетам, просто начинают переходить в инструменты хеджируемые. То есть хеджируют позиции по рынку. Все индексы сегодня открылись большим гэпом. Этот гэп был закрыт к американской сессии, закрывается успешно. То есть в основном это работают, видимо, европейские и американские инвесторы, те, у которых счетов нет на Кипре. Рынок оказался в той ситуации, технически фундаментальной психологии трейдинга, все в одном. То, что в рынке не оказалось и ордеров, которые могли бы заполнить этот гэп. Соответственно, трейдер, с учетом психологии, необходимо еще трейдеру иметь и так называемое чувство, дополнительное. Это может выражаться в том, что трейдеры вдруг хочут закрыть все позиции и просто в рынок не выходить, не совершать сделок. Почему? Потому что если новостной режим отыграется в обратную, то есть Кипр уже рассматривает вариант референдума, получены претензии многих правительств мира о том, что, так сказать, невозможно таким образом регулировать собственные финансовые ляпы. Необходимо это делать более цивилизованным путем, поскольку если я имею счет на Кипре, заключил его под ним условием, а в понедельник вдруг оказывается, что к моему счету приступает какая-то правительственная организация или правительство, и вдруг меня облагают налогом, которого в первичном договоре не было. Подобные действия можно совершать, конечно, ко вновь открываемым счетам, но к тем средствам, которые уже находятся на Кипре, это, так сказать, не соответствует законам финансового мира, и, скорее всего, решение будет пересмотрено. Это уже было по Франции, когда Франция в одностороннем порядке для собственных граждан пыталась ввести колоссальные налоги на счета свыше какой-то суммы. Кипр это сделал на уровне международных счетов инвесторских, то есть инвесторы из многих стран или вкладчики. Соответственно, скорее всего, эта позиция будет пересмотрена, но поскольку прецедент случился, ожидаются не очень хорошие новости и по Греции, и по Ирландии, Испании, Италии, скорее всего, евро может упасть до уровня 1.26 по отношению к доллару. Сырьевые валюты, к которым относится и австралийский доллар, в этой ситуации по отношению к доллару тоже открылся на австралии с гэпом вниз, практически отыграл уже все потери, все индексы возвращаются в норму, закрыли гэп, но поскольку прецедент случился, то скорее всего, следует ожидать, что подобные действия могут быть предприняты и правительствами других стран. На мониторе четко видно, что гэп по большинству инструментов закрыт. Я сейчас нахожусь в рынке чисто по сырьевому материалу, то есть по меди. Эту позицию буду увеличивать вверх, поскольку вне зависимости от финансовой ситуации промышленность США выбирается из кризиса, и скорее всего, медь будет расти. Это простой беглый анализ по финансовым рынкам. Продуктовые контракты также открылись гэпом вниз, сейчас возвращают прежнюю стоимость по контрактам. То есть большинство инвесторов и трейдеров находится просто вне рынка. Скорее всего, ситуация будет пересмотрена кипрским правительством, и рынок эта новость, вернее, решение правительства снова отыграет. То есть ожидается просто бегство капитала с Кипром, поскольку финансы всегда любят устойчивость. Соответственно, все эти гэпы будут закрыты в ближайшем будущем. Таким образом, я хотел показать еще и в психологии трейдинга, что трейдеру необходимо ориентироваться не просто на рынок и голые фундаментальные данные, поскольку на этой новости движение рынка было таково, что практически все стоповые позиции у трейдера могли быть снесены или трейдер мог получить плюс, если он стоял именно по рынку. Таким образом, возникает так называемый таймфрейм наиболее удобный для работы. Большинство трейдеров придерживается одного правила. Если это интродейщики, в том числе и сессионники, то все сделки закрываются именно по окончании или сессии, или торгового периода, в зависимости от времени работы вашего брокера. Если это среднесрочники, недельная торговля, то выбираются инструменты с хорошей своповой историей. Если человек работает чисто по американскому рынку, то он работает внутри сессионно. Эту новость, конечно, никто не ожидал. Реакция рынка была очень, так сказать, резкой. И в некоторый момент трейдер должен развивать чувство, что вот я больше в рынке находиться не хочу. И это чувство совершенно спокойно исполнять. То есть, если позиции закрыты, новые позиции не открывать. Если имеются какие-то позиции, открытые в рынке, то их необходимо или урегулировать, или закрыть. То есть, в основном-то все глобальные новости выходят именно в понедельник. Как раз после двух выходных на рынке. Таким образом, рассматривая собственную торговлю, как благоприятный режим для совершения сделок, я предпочитаю работать в течение торговой недели. На пятницу торговые сделки к пятнице к окончанию торгов все сделки закрывать и с новой недели принимать новое решение по любому из инструментов, которые представлены в рынке. Необходимо также учесть, что есть у трейдеров правило, скорее всего, до третьей пятницы каждого месяца большинство трейдеров закрывают сделки и выходят из рынка. Эти движения могут быть не очень значительные, но тенденциозные движения. То есть, тренд или тренд по любому из инструментов может потихоньку незначительно снижаться. То есть, большинство брокеров в третью пятницу каждого месяца просто прикрывают сделки. В течение следующей недели готовят отчет за прошедший торговый месяц. И с первой недели следующего месяца выходят в рынок. То есть, здравомыслие, здравомыслящая позиция трейдера по отношению к рынку такова, что постоянно в рынке находиться нельзя. Трейдеру необходим отдых. Насчет отдыха трейдера. Очень многие известные трейдеры, анализируя соотношение рабочего времени, проведенного в рынке, открытые ордера, анализ рынка, принятие решений, открытие сделок и время, которое они потратили на отдых от рынка, это примерно из 12 месяцев календарных. Вне рынка опытные трейдеры находятся до 5 месяцев. не считая, конечно, отпуска. То есть, трейдинг это такая профессия, которая для трейдера стоит очень дорого с точки зрения отдыха и нужно просто регулировать собственную позицию. В рынке постоянно находиться нельзя. Итак, вернемся к теме вебинара. К тому, что фундаментальный анализ и технический анализ это практически отношение трейдера к рынку. Технический анализ по фундаментальным данным строится всегда на основе торговой системы, которая у трейдера есть в наличии. От правил торговой системы отступать не следует. если текущая позиция именно по новостному режиму посмотреть на Евроньюз, то большинство информационных агентств после проведенного опроса показывают, что отношение к кипрской новости очень негативное в большинстве стран. платить за спасение банков Кипра будут их вкладчики. Кипр спасут за счет вкладчиков и так далее. Таким образом, единственный вывод по текущей ситуации дождаться решения по Кипру и после этого принимать решение по тому или иному инструменту. Ну, поскольку прецедент уже создан, большинство брокеров и трейдеров стоят по евро вниз, то есть продажа евро до уровня 1.26 возможно и ниже. фундаментальные данные вы видели в терминале. Открытие большинства инструментов гэпом вниз. Максимальный гэп более чем 108 целых пунктов по евро USD. Сырьевые страны также вышли из рынка валюты. В дальнейшем после прояснения ситуации по Кипру скорее всего евро вернется в торговый коридор. Но в любом случае продажи я думаю начинать от уровня 1.31900 и до 1.26 поскольку ситуация по еврозоне только ухудшается. Американский рынок выбирается из кризиса. на кипрской новости единственным устойчивым инструментом оказалось золото. Золото стало объявлять цене. Открытие гэпом вверх. закрытие гэпа и золото развернулось вверх. То есть все ожидают решения по Кипру. Вопросы по теме сегодняшнего вебинара есть у вас? Итак, продолжаем. Я продемонстрировал основной режим в частности по Кипру. Страны Еврозоны договорились о предоставлении финансовой помощи Кипру. Финансовая помощь Кипру оказана не в том размере, в котором она была запрошена. То есть примерно около 7 миллиардов евро Кипру по его запросу не предоставлено. Единственной страной, которая поддержала решение Кипра в введении налога это Ангелина Меркель канцлер Германии. И введение 10% налога может привести к тому, что большинство вкладчиков просто с кипрских банков уйдут. На Кипре авторизованы очень многие брокеры. Трейдеры этих брокеров имеют сегрегированные счета, то есть также относятся к вкладчикам. То есть получается все, кто имел вклады на Кипре в той или иной мере, то есть имел счета, подлежат уплате 10% налога в случае, если на счету более 100 тысяч евро. таким образом сейчас чистый совет при любом росте евро становиться вниз на продажу стоповой позиции или позицию просто увеличивать. данные по мировой экономике это примерно снижение роста ВВП мировой экономики на 0,9% ниже, чем ожидалось. То есть не около 3%, а примерно в пределах 1,9-2,2%. То есть таким образом на всех этих пертурбациях, новостных режимах нужно просто дожидаться достижения или ценового хай или промежуточного хай по выбранным инструментам и содержать продажи вниз со стоповыми позициями. Конечно американская экономика не отделима от мировой экономики. Это было сегодня очень хорошо видно по новостному режиму по Кипру. в большинстве своем индексы вернули, закрыли ГЭП. Но в дальнейшем я просто ожидаю, что на следующих решениях или движениях финансовых рынков индексы начнут потихоньку корректироваться вниз. Трейдеры будут возвращаться на счета. то есть это позиция, которую рассматривали на одном из вебинаров. На самом деле трейдер находится не в покупке продажи того или иного инструмента, поскольку это действие не заканчивается физической поставкой, а находится или в средствах, или в рынке. Когда трейдер возвращается из рынка, он подсчитывает или убытки, или прибыль. соответственно для более продуктивной работы есть несколько советов, которые подтверждены опытом большинства успешных трейдеров. Это находиться в рынке в течение рабочей недели, иметь возможность субботу, пятницу, понедельник, до понедельника отдыхать и в большинстве своем опытные трейдеры из 12 месяцев календарных примерно 5 месяцев находятся вне рынка. Постоянно в рынке находиться нельзя. Интродейщики это обычно сессионные трейдеры или же связь сегодня никакая. Это я могу признать совершенно откровенно. трейдер должен грамотно относиться к распределению собственного времени, выбирать стиль торговли в зависимости и от активности рынков. То есть самая тихая сессия это Тихоокеанская, азиатская. На Европе обычно происходит границ Тихоокеанской сессии, азиатской. Америка это самые большие обороты по рынку. Соответственно в сессионной торговле можно также выделить два пика. Это середина сессии, то на каком уровне находится любой финансовый инструмент. И это помогает трейдеру находиться в рынке не постоянно, а именно работать грамотно, культурно и уделять время для отдыха даже в течение торговой сессии. То есть как я уже указывал большинство трейдеров из 12 месяцев календарного года находятся в рынке всего лишь месяца 8 не больше. Остальное время это отдых. если распределять усилия трейдера чисто по сессиям, то есть по времени активности рынков, то наиболее нервная сессия это конечно американская сессия. Совет практически заканчивает все сделки к окончанию торговой недели. Третья пятница каждого месяца это большинство брокеров выходит из рынка. Это также можно и по трендам наблюдать на основных финансовых инструментах. Это может быть медленное сползание инструмента вниз на безобъемных торгах. но поскольку третья пятница месяца обычно в зависимости от длины месяца остается там где-то 2-3-4 дня. Это время для подготовки отчетов крупными брокерами. Соответственно следующий месяц три недели можно совершенно спокойно работать и потом иметь некоторый отдых. Вопросы по текущему вебинару будут. Я постараюсь этот вебинар собрать очень аккуратно поскольку было очень много сбоев сбоев которые от меня не зависят. Вернусь я к презентации на которой очень хорошо отображена новость психология трейдинга я находился вне рынка совершил сделку по приобретению именно сырьевого инструмента медь и ожидаю ценовых уровней по независимым валютам это фунт австралиец японская иена против американского доллара то есть это или фьючерс или же пара американский доллар японская иена то есть сегодняшний гэп я еще раз его демонстрирую гэп более чем 1800 пунктов это так сказать реакция рынка когда большинство брокеров и трейдеров счета которые находятся на Кипре просто находятся вне рынка и позиций в рынке вот в этом гэпе практически нет соответственно с одной стороны это удобная позиция для того чтобы приобрести евро но если этот налог будет введен то дальнейшее падение евро уже просто непредсказуемо ценовые уровни на которых расположены крупные ордера это 1.26 1.22 1.18 то есть таким образом я переключаюсь именно вот на независимые валюты это фунт австралийский доллар если вопросов по сегодняшнему вебинару нет благодарю за внимание если есть какие-то замечания я прошу высказать в чат таким образом всем присутствующим удачи в торговле благодарю за внимание всего хорошего удачусь удачусь Продолжение следует...